Всем привет! Меня зовут Инесса, добро пожаловать на мой канал! В этом видео я вам расскажу, можно ли стать дизайнером одежды без образования, что должен знать дизайнер одежды и какие усилия нужно прилагать в этой профессии. Если вам интересно, то оставайтесь вместе со мной до конца. Первое. Определитесь с той отраслью, которая вам больше всего по душе. Например, это может быть прет-а-порте, или это будут вечерние платья, или вы без ума от детской одежды. Думайте о том, что вам по душе. Второе. Больше читайте. Читайте модные блоги, модные журналы, изучайте биографии модельеров, дизайнеров, с чего они начинали свой путь. Все это натолкнет вас на какую-то мысль, и вы больше расширите свой кругозор, и тем самым у вас больше будет возникать различных идей в голове, которые приведут вас к чему-то. Третье. Начните вести свой скетчбук. Делайте больше зарисовок каждый день. Ищите новые тенденции, ищите свои свежие идеи. Четвертое. Развивайте свой художественный вкус. Определитесь с пропорциями. Чувствуйте то, что будет мешать. Где-то, может быть, что-то будет лишнее в модели, которую вы будете создавать. Чувствуйте вот эту грань между тем, как образ уже завершен, или вы уже переборщили с элементами. Думайте о своих пропорциях. Как говорится, лучше немножко не додать, чем чересчур переборщить. Чувствуйте вот эти рамки, чтобы не переборщать. И при этом найдите свой отличительный почерк. В том плане, чтобы вас уже могли узнавать. И вы знали, например, как Денис Симачев. Вы смотрите на вот эти вот его узоры, на его вот эти вот цветочки. И вы знаете, ооо, это Денис Симачев. Или, например, Белла Потемкина. У нее очень известный силуэт девочки, который вот так вот в профиль смотрит. У нее прям все с этим фирменным логотипом. Поэтому создайте свое что-то уникальное. Будет ли это надпись? Будут ли это какие-то специальные элементы? Например, если вы знаете такого дизайнера, как Кензо, его коллекции вы можете сразу прочитать. То, что, ооо, это Кензо. Или, например, Зухаир Мурат. Когда вы смотрите на эти шикарные модели платьев, и вы понимаете, ооо, это Зухаир Мурат. Потому что его почерк просто уникален. Или, например, когда Джон Гальяно работал с компанией Диор, очень было легко прочитать его почерки. И вы сразу понимали, ну, это Диор, и это сделал Гальяно. И поэтому четвертый мой совет. Найдите свой фирменный стиль. Найдите свой отличительный почерк, чтобы вас узнавали именно по нему. Пятое. Никогда не сидите на месте. Постоянно двигайтесь. Ищите для себя новые возможности. Будет ли это практика, либо это стажировка в каком-то модном доме. в каком-то ателье, либо на какой-то швейной фабрике. Все это подтолкнет вас к новым знаниям. Это расширит ваш кругозор. И вы постепенно все больше будете понимать, как работает вот этот вот наш швейный процесс. И вы будете понимать, откуда, что, зачем и почему. На многие вопросы вы можете свои ответить, если вы будете. Они стоят на месте и будете проходить стажировку, либо практику, либо просто будете общаться с какими-то людьми, которые уже работают в этой сфере. Шестое. Если у вас не хватает каких-то определенных знаний, запишитесь на курсы. Это поможет вам найти своих единомышленников. То есть, также вы улучшите свои знания. Поэтому курсы это отличный вариант. И не важно, где вы его будете проходить. Будет ли это за границей, или это будет в вашем родном городе. Лишние знания никогда не помешают. Седьмое. Оттачивайте свои швейные навыки. Если вы не умеете владеть еще какой-то швейной машинкой, обязательно научитесь. Научитесь искусством ручного шитья. Это сейчас очень модно и популярно, когда вещи создаются только ручной работой. Также научитесь о метод донаколки. Это очень классный метод, когда вы можете создавать какие-то оригинальные вещи. Есть какие-то такие вещи, которые мы не можем создать при помощи каких-то определенных лекалов. Либо это будут очень сложные какие-то модели. Поэтому вот такие вот платья кутюрные, они в основном все создаются методом наколки. Это когда мы накидываем материал, мы играем с тканью, мы из нее лепим. Благодаря этому у нас появится что-то новое, что-то вау. И вы можете не ожидать сами от себя, что вы можете получить. Потому что метод наколки это очень такой творческий, интересный процесс. Восьмое. Посещайте обязательно всевозможные выставки, мероприятия. Читайте больше СМИ. Говорится, держите руку на пульсе. Чем больше информации вы владеете, тем более у вас будет такой энергичный образ жизни. Потому что вы захочете что-то пробовать, что-то делать. Поэтому всегда следите за новыми новинками, за мероприятиями, где что проходит. Получается, не упускайте это время, не упускайте свой шанс жить здесь и сейчас и использовать ту ценную информацию, которая может находиться прямо у вами, под глазами, прямо перед вами. Девятое. Обязательно создайте для себя портфолио. Каждый дизайнер, каждая шевья, каждый конструктор, он должен иметь в какой-то портфолио. Работодатель, он должен понимать, с кем он имеет дело. Он должен понимать, какой у вас уровень, чему вы уже научились, умеете ли вы что-то делать, представляете ли вы что-то из себя. Поэтому самые лучшие модели, будут они нарисованы от руки, либо они будут на компьютере, обязательно сохраняйте. Создайте свое резюме. Чем больше у вас будет интересной, полезной информации в резюме, тем больше вы улучшите свои шансы на то, чтобы найти работу своей мечты. Десятое. Если у вас еще нет возможности на то, чтобы создать свой сайт, или вы считаете, что у вас недостаточно работы для того, чтобы создать свой сайт, я вам советую создать какую-то интернет-страничку. Не важно, будет ли это Facebook, будет ли это Одноклассники, будет ли это ВКонтакте, будет ли это Инстаграм. Не важно. Пользуйтесь той социальной сетью, которая подходит для вашего сердца, для вашей души. И сделайте так, чтобы была возможность сразу открыть и показать то, что у вас есть. Вот это вот все мои работы. Так будет вам легче, и это будет как ваша визитная карточка. Открыли, показали, человек увидел, восхитился с вами. И получается, у человека сразу возникнет впечатление, кто перед ним сидит, и что вы сами из себя представляете. Одиннадцатое. Обязательно займитесь в разработку своего логотипа. Делайте из своего хобби, делайте из своей любимой работы бизнес. Двенадцатое. Обязательно изучайте фэшн-маркетинг. Вы должны понимать, где вы можете реализовать свою продукцию. И не важно, чем вы занимаетесь. Могут это быть какие-то хендмейды, броши, либо у вас какие-то уже есть дизайнерские вещи. Найдите те площадки, с которыми вы можете сотрудничать. Это могут быть какие-то интернет-магазины, это могут быть какие-то ярмарки, которые могут проходить 2-3 раза в год. Это могут быть какие-то зарубежные выставки. Это могут также быть театры, кинотеатры, с которыми вы можете сотрудничать. Кому-то, допустим, можно, может быть, вы захотите создать какие-то исторические костюмы. Поэтому думайте о том, где вы можете разместить свою продукцию. Тринадцатое. Если вы все-таки мечтаете работать дизайнером одежды, но при этом вы не умеете шить, вы не умеете кроить, и вы недостаточно рисуете, я вам советую устроиться где-то ассистентом. Вы можете также проходить стажировки в домах моды, на каких-то курсах, в каких-то ателье. Поэтому не стойте никогда на месте. Рассылайте свое резюме, рассылайте свое портфолио, пишите письма какие-то про вас, про свои какие-то желания, что вы хотите делать. Или покажите, чем вы можете быть необходимым для компании. Четырнадцатое. Старайтесь носить больше свою одежду. Ваша одежда, это будет вашей рекламой. Получается, вы являетесь лицом своего собственного бренда. Поэтому обязательно носите, создавайте какую-то креативную одежду, что вы можете сказать, что это моя работа, я ее сделала, я ее отшила сама. К примеру, вот эта вот блузка, это я ее сама отшила в том году по системе Любокс. Я пробовала первый раз шить по системе Любокс. Кому интересно, у меня есть такие вот видео, как вы можете научиться конструированию по Любоксу. Если вам это интересно, то переходите на мой канал, и вы увидите очень много всего полезного в папке конструирования. Пятнадцатое, что я бы хотела вам сказать, то, что участвуйте в разных конкурсах. Если ваш возраст этому позволяет, потому что во многих конкурсах есть ограничения до 30 лет или до 35 лет. И на самом деле, я вам хочу сказать, что в интернете вы можете просто вбить в поисковую строку то, что конкурс 19 год. И в этот момент выйдет очень много разных конкурсов, которые проводятся. К примеру, я вам хочу сказать, что в России очень много конкурсов. Это русский силуэт, это адмираловская игла, или также в каждой городке есть свои какие-то дизайнерские конкурсы. Я думаю, что при желании вы можете найти свою информацию. Также в Украине есть какие-то конкурсы. В Казахстане у нас проходит единственный только конкурс. Он идет международного уровня. На самом деле, в основном, я считаю, что это национальный конкурс, не международный уровень, а национальный конкурс. Называется этот конкурс OpenWay. Кому интересна эта информация от нашей казахстанской недели моды, Казахстан Fashion Week, есть вот этот вот конкурс. Вы можете перейти на их сайт, почитать, когда проходит этот конкурс OpenWay. И обязательно можете поучаствовать. И, кстати, я участвовала в конкурсе в 2011 году, в конкурсе OpenWay. Конечно, я не заняла никаких призовых местов, но для меня это был просто огромный опыт посмотреть вот эту всю дизайнерскую кухню изнутри, как это готовится, как весь этот процесс проходит, как вот этих моделей ты выбираешь, как ты стоишь за кулисьями со своими моделями, как ты их там поправляешь, как ты переживаешь за них. Потом, когда ты выходишь на поклон, это просто обалденные чувства. Поэтому, если вы еще никогда не участвовали ни в каких конкурсах, я вам просто советую обязательно найти время, возможности, финансы. Поэтому я вам желаю обязательно поучаствовать в конкурсе хотя бы один раз в жизни. Теперь я хочу ответить на следующий вопрос. Можно ли стать дизайнером одежды без специальных знаний, без специальной подготовки, без спецобразования? Я бы вам ответила на этот вопрос бы так, то, что на голом энтузиазме взять листок бумаги, вот так вот нарисовать, конечно, это не пойдет. Вы по-любому должны владеть какими-то знаниями. Конечно, можно сейчас в наше время нарисовать эскиз, либо взять с интернета какую-то картинку, прийти в ателье и сказать, что я хочу вот такое платье в каких-то вот размерах, вот вам ткань, сколько это будет стоить, пожалуйста, отшить. Конечно, можно это сделать, это не стоит каких-то каких-то огромных знаний, но я считаю то, что если вы хотите быть истинным дизайнером одежды и, как говорится, в дальнейших ситуациях не падать вот так вот лицом в грязь, я советую вам обязательно просто пройти какие-то дизайнерские курсы, либо я советую вам получить какое-то высшее образование, либо среднее специальное. Если у вас позволяет возможность, вы можете пройти какие-то зарубежные курсы, будь либо это Лондон, Нью-Йорк, Италия, Испания, Россия. Ну, если вы не живете в России, конечно. Я сама из Казахстана, у меня среднее специальное образование, но тем не менее, я для себя решила то, что я очень хочу пройти какие-то дизайнерские курсы, и я выбрала для себя лабораторию Вячеслава Зайцева. У меня есть видео, где я рассказывала про его обучение там, если вам интересно, точно так же переходите дальше по моему каналу, и вы найдете более интересную, развернутую информацию. И самый такой главный вопрос, что же должен знать дизайнер одежды? Первое, это история мода, развитие костюма. Второе, это самые модные тенденции и направления в моде. Третье, это вы должны знать новое моделирование и конструирование одежды. Четвертое, бизнес-маркетинг. Вы должны знать основы организации предприятия и как им управлять. Пятое, вы обязательно должны знать технологию пошива. Шестое, вы должны знать характеристики и назначение специального оборудования. Седьмое, вы должны знать материаловедение и должны разбираться в тканях. И последнее, что я бы вам хотела сказать, то, что дизайнер одежды это большая отдача себя в эту профессию, это большой труд, и при этом вы должны стремиться всегда учиться и развиваться, и не стоять на месте. Спасибо вам большое всем за просмотр. Если вам понравилось это видео, то поддержите меня лайком, напишите мне в комментариях, полезна была ли вам эта информация. Есть ли у вас образование в этой профессии, какие ваши цели, какие ваши мечты. Мне будет очень приятно почитать все это в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, давайте дружить, давайте общаться. Очень много еще разной полезной информации уже на моем канале. У меня сейчас на моем канале 70 видео. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok